Тю-рю-тю-рю-тю, тю-рю-тю-рю-тю, эпичная заставка! Это версия игры, а вот это что-то по типу аналога или подобие игры на андроид. Весьма неплохая проработка боев, то что я увидел с нескольких пройденных боев, она реально масштабная. Здесь множество героев, множество комбо, есть куча интересных боссов, которых тяжело пройти, которых, чтобы пройти, надо подпотеть. И сейчас мы проходим первую миссию, у меня в команде уже два героя, изначально тебе дается только один, но так как я немножко потренировался, у меня был изначально только одноглазый Джо, так я зову этого китайца, тяночку еще нашел себе, поэтому вообще великолепно, как по мне. Так, капнул я себе третий уровень, хорошо, что-то мы новенькое открыли. Так, видите, у нас идут помимо всего этого еще обучалки, поэтому я немного не успеваю. Так, мы нашли шмотку, отлично. Первая арморовская вещь, это перча, которую я могу апать, да, и сразу же меня учат апгрейдить. Хорошо, великолепно, на апгрейды мы тратим монетки, окей. Так, дальше нам предлагают потестить эту перчатку в бою и, так сказать, сравнить результат. Я, конечно, не уверен, что я увижу какую-то большую разницу, потому что прошло как бы одна вещь, апгрейд один, и мне кажется, это минимально должно как-то отображаться, и поэтому не уверен я, если честно. Погнали, где у нас тут что-то за монахини, смотри, монахини с странными руками, если честно. Я думаю, я, в принципе, их смогу уложить, тем более, что у нас два героя. Я, кстати, могу переключаться между героем, это так, если что. Я тоже только об этом узнал. Так, и когда ты переключаешься, можно использовать что за одного, что за другого, различные прикольные обилочки, и делать это вовремя. Ну, в соответствии, я думаю, понимаете, насколько это эпично. Захотел побегать за тяночку, пожалуйста. Так, у нас варнинг, когда высвечивается вот эта херотень, это означает, что впереди нас ждет босс, Кен Канеки. Так, а что я буду против такого же одноглазого Джо маслаться? Ну ок. Сладкий, чувак. Я тебя предупреждаю, у тебя, конечно, не очень все будет сейчас хорошо, не очень сладко, потому что я-то опытный боец, я юзер еще тот, пожалуйста. Просто вот так вот. Хук справа, и он лег отдыхать спокойненько, потому что ибо нехер против своих же идти. Окей. Мы получили там какой-то шприцак. Ну, короче, у них во всех проблемы с глазами, как вы видите, они все стремно выглядят. Почему это так, я не знаю. Но, вероятнее всего, на этом кручена, заверчена вся игра. Так, train. То есть мы можем его тренировать. No. Update. Мы убили такого же, как я, и можем сделать эволюцию. Эволюция это помимо того, что ты апаешь уровень, с помощью эволюции ты можешь улучшать в себе все характеристики, которые есть. Причем довольно-таки прилично. Там считается в 2-3 раза больше, чем ты получаешь за апгрейд уровня. То есть эволюционировать надо, это стоящая хрень, на самом-то деле. Хера себе я их уложил, ты видал, братан? С плюхи уложил нах всех. Вот так, вот так. А что у нас тут за коробки? Я думаю, коробки надо разбивать, там по-любому какие-то плюшки, или же монетки, или еще какая-то хрень. Но в любом случае, я думаю, мне это пригодится. У меня открылся новый скелл, но он у меня не выставленный, поэтому езжать его можно будет только так. Так, на бля, ты видал? Вот это плюху дал. Я аж сам охренел, если честно. Нормально вообще так улетело, мне кажется. И все, что ли? Я надеюсь, что сейчас будет босс, потому что пока что это очень легко. И вы скажете, да что ты там за дичь-то втираешь? Где хард? Где сложность, мать твою? А я что? Я не знаю, ребят. Пока еще нет. Пока все на изи, пока на 3 звезды. Он получал различные плюшки и чувствовал себя очень даже хорошо. Но, тем не менее, от этого интересности к игре не падает. Я вот сейчас перехожу на пятую миссию. Так, за сундучки. Короче, проходишь этапы, получаешь звезды. За звезды открываешь сундучки. За сундучки получаешь плюшки. Мне кажется, я кого-то могу добавить себе в команду. 30 из 10 осколков. И этого достаточно для того, чтобы Катару Омона призвать к себе на службу. Так, можно кинуть ему очки опыта. Так, он бегает с каким-то тампоном в руках. И мне кажется, это довольно серьезная вещь. В кавычках нет. Я повышаю ему звездность до 2 звезд. И вы посмотрите. Ну, ребят, реально. Икс-2. Просто Икс-2. Видите? По характеристикам. Вот поэтому я говорю, что это действительно эпичная вещь. Так. Единственное, что меня бесит сильнее всего остального в обучениях, это конченые указания, что мне, сука, делать. Какого хрена? Я сам знаю, когда и куда мне нужно нажать, ублюдки. Вот это меня бесит в играх больше всего. Так что, дружище, если ты собрался делать игру, не делай такого дерьма. Поверь, это очень сильно мешает. Давайте побегаем за нового чела с тампоном в руках. Я думаю, у него плюхи должны быть мощные. Он что-то по типу тяжа, я предполагаю. И валить он должен эпично. Но он очень медленный. Так, я какой-то хер славил. Смотри. Музончик тоже такой заводной, интересный. Так, что-то мой ящик отлетел куда-то. Я в душе не знаю, что он отлетает и куда он отлетает. Но это факт. Так, хорошо, я тоже заберу. Так, давайте его обилочку используем. На, блядь! На, блядь! На, нахер! На! Кому еще? Подходи, налетай! Сейчас раздадим, сейчас все будет. Так, хорошо, пошли дальше. Сейчас еще раз, смотри. На, блядь! Все, я даже не успел нихера сделать, они сделали все за меня. Так, и у нас тут герой. Окей. Не, не герой. Что-то я наврал, он сейчас взорвется, блядь. Смотри, что-то не убил меня, дебил. Взорваться он решил. Прикинь, братан. Ха! Кретин. Ну что, еще одна победа, это три звезды. Короче, я так понимаю, звезды стеряешь при потере героя какого-то. Потерял героя, потерял звезды, сучка. Понял? Поэтому надо быть аккуратным, блядь. Обязательно быть аккуратными. Хорошо. Что нас тут? Активити. Есть такой йогурт. Люблю, вкусный. Хорошо, ребят. Давайте посмотрим, что можно у нас тут по шмоткам надеть. Да, можно, конечно. Поэтому давайте приденемся полностью. Я думаю, каким образом можно будет даже что-то... А, это закрытся, да? Ладно. Так, сюда я тоже могу перчатки кинуть. Корточки нету, обуви нету, талисмона у меня нихера нету. А, нету, 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 в общем, нету. Что за джоу? Так, хорошо. Тренировать я ее могу, я так понимаю. Апгрейд сделать, да, эволюция ловится. Хорошо. Ну, у меня, кстати, эволюция такой не сильно добавляет, видите? То есть, смотря кому, скорее всего. Так, дальше у нас есть скиллы. 2 500 стоит улучшение одного скилла. Ну, нахер, мы пока это трогать не будем. А, звездность я бы, кстати... Ага, вот. Вот, тут показывается характеристика. Короче, нужны шприцы разных цветов. И нужна какая-то жижа для того, чтобы апнуть этого героя. Так, а что у нас здесь нужно, например? А, ну, в принципе, везде одно и то же условие для того, чтобы улучшить. Хорошо, а вот этого ублюдка я могу апнуть еще раз. Окей, давай. Так, мы его подняли на 3 звезды. Нет, смотри, на 2 звезды, но другого цвета. Окей. Так, что это такое, гидро? Да. Ну, героев можно вертеть куда хочешь, что хочешь с ними делать. Ну, и дальше, да, дальше всем одно и то же требование. Поэтому нужно его выполнять, проходя миссии. Ну что, ребятки, а на этом все. С вами был Борода. Это был обзорчик на вот эту прекрасную игру, на которой я уже забыл. Поэтому всем спасибо, до скорых встреч, пока-пока.